Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции заявил о потребности пересечения намерений нажиться на здоровье людей, в разы завышая стоимость тех или иных услуг. Такая позиция вызвана учащением случаев завышения цен на кислород в условиях его жесткой необходимости. Лидер государства призвал чиновников использовать свои полномочия, чтобы вывернуть карманы мерзавцев и ликвидировать такие факторы дестабилизации внутренней обстановки в Беларуси. Проинформировал президента Беларуси о случаях удорожания кислорода и необходимости ремонта медицинского оборудования председатель комитета госконтроля Василий Герасимов. Согласно данным госконтроля, цена кислорода в разных регионах увеличивается в разы. По словам Герасимова, огромное количество средств тратится на транспортировку. К примеру, в Гродневской области 12 медучреждений работали через ЭПшника, который ничего не делал. Не было ни транспорта, ни специалистов, он просто положил 500 тысяч в карман. По факту совершения таких противоправных действий уже возбуждены уголовные дела и по другим областям. В свою очередь, Александр Лукашенко сделал акцент на том, что вместо того, чтобы гонять людей за маски, необходимо заняться каждым правонарушителем. После этого, как отметил президент, потом власть дойдет до губернаторов и конкретных людей, которые должны это все контролировать в своих регионах. Кроме того, обращаясь к участникам заседания, президент Беларуси заявил, что если уполномоченные видят, как кто-то положил в карман, как было упомянуто 500 тысяч или миллион рублей, от 200 до 400 тысяч долларов США, нужно их достать обратно, тем более, что полномочий достаточно, чтобы выворачивать карманы. По итогам совещания, посвященного эпидемиологической ситуации, Александр Лукашенко заявил, что если мерзавцы уже наживаются на здоровье людей, когда напряжено все до предела и весь мир на дыбы встал, такие меры крайне необходимы. Напомним, что президент Беларуси также высказал настороженность относительно спекуляций на теме пандемии в политических и экономических намерениях. Наибольшие опасения у государственного лидера возникают в теме использования тематики заболеваемости COVID-19 именно в политических целях. Он напомнил своим коллегам, что при первой волне вирус использовался политически, и Беларусь как раз попала под это. В тот момент как раз была предвыборная кампания, и самым главным провоцирующим фактором был COVID. По этой причине и начинается политический шантаж и использование второй волны.